В Украине принимают закон о мобилизации. КНДР готовится к войне, а Россия снова воюет с украинской энергетикой. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире НЕХТА. Самая важная и интересная новость. Мобилизация в Украине по новым правилам, что включает в себя новый законопроект. Литва будет помогать одолеть последствия российских обстрелов. Мы устанавливаем системы защиты от дронов, гидролокаторы на морском дне и очень внимательно смотрим на эту физическую защиту. Китай и США пытаются договориться или показалось? Я недавно подробно говорил с президентом СИИ, и мы договорились, что, во-первых, будем лично общаться друг с другом. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Очень важно ваше мнение, очень важно знать, что вы думаете обо всем, что происходит. Поехали. В Украине принимают законопроект о мобилизации с несколькими правками от депутатов и комитета. Законопроект станет законом после подписания его президентом, а вступит в силу через месяц после этого. Что будут включать новые правила мобилизации, мы скоро узнаем, но уже ряд изменений известен. К примеру, из законопроекта убрали демобилизацию через 36 месяцев службы, пообещали вынести в отдельный закон. Документ вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на 5 месяцев в мирное время и на 3 месяца в военное время. Также граждане Украины младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы. С собой всегда нужно иметь военный билет. Теперь его может проверить и полиция, и ТЦК. Украинцы за границей должны будут в течение 60 дней обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно, по электронной почте или через электронный кабинет. Ограничение права управления авто для уклоняющихся от военной службы. Это должен доказать суд, но есть вероятность мобилизации авто, если у человека их два. Те, кто получил вторую или третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе. Получить отсрочку от мобилизации смогут лица с инвалидностью, родители трех и более несовершеннолетних детей, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, и те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка. В целом, трактовки разные принятого законопроекта, как это все будет работать, мы скоро, скорее всего, узнаем. Но, к примеру, главный редактор издания «Цензорнет» Юрий Бутусов у себя на страничке в Facebook описал одно из предположений, как должно все работать. Отвечать за мобилизацию должны мотивированные и компетентные люди. Минобороны и ТЦК ничего не делают, ждут добровольцев и тех, кого иногда хватают в бусик. Сейчас в Киеве мобилизуют в среднем всего по 100 человек в месяц с района. Закрепите бригады для комплектования за конкретными военкоматами. Назначайте мотивированных и способных к организационной работе людей. Но есть и такие предложения, согласно которым все непопулярные решения для депутатов Верховной Рады Украины могут быть еще впереди. Я сейчас скажу жахливую фразу, после которой это интервью очень изменит все науковое. Но, на мою думку, мобилизация должна происходить уже с 20 уже. Мы слишком много потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны вернуться к войне обличчям, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать. Потому что это все даремно. Все сотни тысяч людей, которые погибли, скалечены, которые погибли сегодня, пока мы тут балакуем, воно все даремно. Мы втрачаем час. Мы неэффективны. Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную, авторитарную жесткую вертикаль, силы и примусы, в которой есть еще 150 миллионов людей и величезные деньги. Мы тоже спросили у юриста, как все это понимать, и что на самом деле законопроект может изменить. Есть два закона в Украине, которые рекламентируют, скажем так, с точки зрения закона военные действия, это в первую очередь законы Украины о мобилизации и закон о воинской службе. В эти два закона длительное время не вносилось очень много изменений, вопросов несения которых было. Например, это увольнение тех, кто побывали в плену. То есть возможность дать людям, которые после плена были обменены, например, чтобы они смогли покинуть ряды вооруженных сил, потому что, в том числе по Женевским конвенциям, а иногда, находясь в тюремных заключениях, в стране агрессора, они подписывали документы, в которых обязались больше не воевать. Хочу сказать, что если человек не ознакомлен каким-то моментом, то есть в том числе с повесткой, то очень тяжело будет привлечь его к ответственности. Потому что лицо не все это ответственность в случае того, когда она сознательно нарушает какие-то законодательные акты. То есть если человек не получил по объективным причинам какую-то повестку, он находится на оккупированной территории, находится за границей, то в дальнейшем, я думаю, суд будет принимать эти нормы во внимание. Достаточно тяжело будет лишать каких-то прав, в том числе права на вождение, пользование транспортными средствами, накладывать штрафы. Почему очень часто, скажем так, в Украине действует система все-таки возможности защиты человека от неправомирных действий государства. Суды работают, то есть достаточно много выносит сейчас разных решений, которые связаны с теми или иными процессами. Российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру в нескольких украинских областях. В Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской уже разбирают завалы, пишет министр энергетики Украины. Есть и серьезное разрушение. К примеру, Трипольская ТЭС полностью разрушена после российских ударов. В этом говорит председатель наблюдательного совета Центрэнерго Андрей Гота. Он уточняет, что все сотрудники, которые были на смене, живы. Таким образом, украинское предприятие Центрэнерго потеряло 100% своих мощностей. Кроме Трипольской ТЭС, 22 марта была уничтожена Змеевская ТЭС в Харьковской области, а Углегорская в Донецкой области была оккупирована 24 мая 2022 года. Президент Украины заявил, что по территории страны минувшей ночью было выпущено более 40 ракет и 40 ударных дронов. Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и шахеды будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. В то же время министр энергетики Литвы на встрече с украинским президентом в формате Триморья пообещал помощь с оборудованием для энергетических предприятий, восстановлением их после обстрелов, и это оборудование никак не повлияет на энергобезопасность самой Литвы. Мы устанавливаем системы защиты от дронов, гидролокаторы на морском дне и очень внимательно смотрим на эту физическую защиту. Но помимо этого, компании обязаны запастись примерно 20% всего необходимого оборудования. Основные компоненты. Это, пожалуй, и есть ответ на этот вопрос. Мы планируем, как должна работать система в случае агрессии, если какое-то из наших устройств выйдет из строя. Другой литовский министр, в принципе, призвал начать разговор о возобновлении полетов на территории Украины. Говорит, время пришло. Воздушное пространство все еще закрыто. Я думаю, что пришло время говорить о необходимости открыть воздушное пространство Украины, в том числе для гражданских полетов, хотя это может показаться радикальным. Самолеты могли бы взлетать из Львова и лететь прямо в воздушное пространство Польши. Однако нам нужно проделать большую работу. Но обсуждения уже идут. В транспортном и энергетическом секторах предстоит сделать еще очень многое. И дело касается не только восстановления инфраструктуры. Северная Корея снова готовится к войне. Об этом заявляют на центральном телевидении КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что нестабильная геополитическая ситуация вокруг его страны означает, что сейчас настало время быть более готовым к войне, чем когда-либо. Обозначив сложную международную обстановку и неопределенную и нестабильную военно-политическую ситуацию вокруг Северной Кореи, сейчас настало время для более тщательной подготовки к войне, чем когда-либо прежде. И Северная Корея должна быть более тверда и идеально подготовлена к войне, которая должна быть выиграна непременно, а не просто к возможной войне. Реакция американского президента не прямо, но на это заявление тоже последовала. Он говорит, что США готовы к диалогу с Северной Кореей, которой, по его словам, необходимо решить проблемы с правами человека, вызывающие обеспокоенность международного сообщества. Проводить такие переговоры Джо Байден планирует с Си Цзиньпином, говорит, поддерживает личный контакт с китайским лидером. Мы продолжаем совершенствовать наши линии связи друг с другом. Это Соединенные Штаты и Китай. Мы. Я недавно подробно говорил с президентом Си, и мы договорились, что, во-первых, будем лично общаться друг с другом, когда захотим что-либо обсудить. Так что, как говорится, между чашей и губой ничего не проскользнет. Так что мы точно знаем, о чем думает другая команда. Интересно, что еще один потенциальный конфликт тоже, скорее всего, может не состояться. Бывший президент Тайваня после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Тайвань и Китай могут мирно урегулировать свои разногласия, поскольку люди по обе стороны Тайваньского пролива имеют общую культуру и историю. Хотя наша политическая система отличается от китайской, наши взгляды на жизнь и ценности не совпадают. Но все мы потомки императоров Янь и Хуан. Мы оба принадлежим к Китайской республике. Мы – китайский народ, и это самый важный результат этой поездки. Я также надеюсь, что тайваньская молодежь сможет отбросить определенную идеологию и осознать, что исторические и культурные связи между Тайванем и Китаем не могут быть разделены политикой. Что еще более важно, китайцы по обе стороны пролива могут решать споры мирным путем. Отправляет ли Китай сигналы для США, а может пытается спрятать свои настоящие мотивы? Мы спросили об этом у экспертов. Это такая особенность политики Китая. Вот делает сигнал Трамп или Байден позитивный Китай, Китай сразу этот сигнал принимает. Если он негативный, Китай негативно ведет себя. И вот такие проблемные точки в отношении Китая и США, как Тайвань, как Гонконг, как ситуация в Украине, я считаю, это серьезный вопрос. Китай, с одной стороны, пытается сохранить какие-то отношения с американцами, потому что экономически Китай зависим от американцев. С другой стороны, я лично на конференциях все больше и больше слышу, что страны Five Eyes, так называемые, страны, которые входят в союз США, англо-саксонских стран, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания, серьезно рассматривают угрозу Китая не только в Тайване, а вообще во всем ореоле Азиатско-Атихианского региона. То есть Китай может, по их мнению, по мнению некоторых аналитиков, из вот этих стран Five Eyes, англоязычных, скажем так, действительно Китай может предпринять какие-то военные действия не только возле Тайваньского острова. То есть угрозу военных действий Китая воспринимают серьезно. И я думаю, что Китай тоже не скрывает. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день, вот даже визит сейчас, который будет в Си Цзиньпине в Европу, ну известно, что точно он Венгрию посетит. И другие страны, я сейчас не имею информации, но буквально вот вчера его анонсировали, то есть будет визит в Европу в Си Цзиньпине. Я думаю, что началась борьба Китая не только за влияние в традиционном своем ореоле Азиатско-Тихоокеанском, но и в Европе. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте оставлять комментарии. Это очень важно. И не забывайте подписываться на наши каналы. Это тоже важно. YouTube показывает наше видео большему количеству людей. Ну у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин